Сабина Киселёни перестаёт заниматься даже дома. На специальном тренажёре она отрабатывает прыжки и вращения. Здесь у неё небольшой уголок для дополнительных тренировок. Основные же проходят в рубине под присмотром наставников. Однако времени на это выделяется не так много, как хотелось бы спортсменке. Но скоро всё изменится вместе с открытием ледового комплекса «Хрустальный». Я очень хочу, чтобы мы переехали в новый каток, потому что там всё будет новое, современное, и там будет больше часов, чтобы заниматься. Сначала у нас лёд один или два часа. Потом у нас УФП или СФП. Ещё хореография и растяжка. Скорому переезду в «Хрустальный» рада и Мария Романова фигурным катанием. Она занимается уже 9 лет и за это время научилась многому. Вплоть до тройных прыжков. Осталось освоить лишь четверные. И те возможности для тренировок, которые открывают новый ледовый дворец, безусловно, должны в этом помочь. Я надеюсь, что там будет тепло и будет больше времени кататься, там на УФП прыгать. Я мечтаю прыгнуть четверной риттбригер, так же, как и Делий Петросян. В данный момент фигурным катанием в Пензе занимается около 150 детей. Большинство из них девчонки. Новый ледовый дворец позволит уделить больше внимания каждому спортсмену. Своя база – это всегда хорошо. Это будет для нас большой прогресс. Это будут разделенные группы. Я думаю, что для нас это будет большой толчок для дальнейших каких-то высот, чтобы на какой-то новый уровень прийти фигурным катанием в Пензе. Ждать переезда пензенским фигуристкам осталось недолго. Официальное открытие ледового комплекса «Хрустальный» запланировано уже на 28 февраля.